Шри Шриман, Баксиданта Ванагасая, Махарадж, Бразилия, 27 января 2019 года. Снова и снова, ради своих собственных наслаждений, Вы зовете Кришну. Это называется Аня Пхилашита. Переводи. Многие из вас понимают английский. Поэтому я привел пример с одним пастушком. Он пас коров на вершине горы. И один крестьянин работал у подножия горы. Однажды этот пастух подумал, я должен подшутить. И когда он пас коров, он забрался на вершину горы и громко закричал, «О, крестьянин, прийди, пожалуйста, и спаси меня от тигра, иначе он убьет мое стадо». И тогда все крестьяне оставили свою работу и побежали спасать этого пастуха. А он начал смеяться. «А нет никакого тигра. Я просто пошутил». Тогда крестьяне очень разгневались на него. На следующий день он снова так подшутил. Крестьяне снова прибежали и наругали его. Сказали, «Эй, зачем ты лжешь?» Так он снова и снова призывал крестьян спасти его. Но однажды на самом деле пришел тигр. И тогда апостол громко закричал, «О, крестьяне, спасите меня! Тут тигр!» Но крестьяне подумали, «Это же великий лугун». Он большой обманщик. И поэтому в тот день никто не бросился защищать пастуха. Тигр убил всех коров и самого пастуха. Итак, Анна Пхилашита Шуньян. Вы должны быть свободны от всех типов Анна Пхилашита. Понимаете? Анна Пхилашита. Анна Пхилашита означает если вы будете поклоняться кому-то другому, кроме Кришны, это будет назваться Анна Пхилашита. Если вы будете совершать Севу другим полубогам, полубогиням, а не Кришне, это будет Анна Пхилашита. Или, может быть, в то же время вы будете поклоняться Кришне, то есть одновременно и полубогам, и Кришне. Это тоже будет Анна Пхилашита. Зачем вы поклоняетесь полубогам? Потому что у вас очень много материальных желаний. Но сердце должно быть свободно от любого вида Анна Пхилашита. не стоит шутить снова и снова, вызывая Кришну ради своих собственных желаний. Драупади звала Кришну, когда она была в опасности. Она не всегда говорила Кришна, Кришна, спаси меня. Она не говорила дай мне то-то, дай мне то-то. Когда она была в опасной ситуации, беспомощна, тогда она взывала Кришну. И так говорится, Анна Пхилашита, что не сердце не должно быть покрыто кармой, гьяной, йогой, топасией. Сердце не должно быть покрыто этими вещами. оставьте все виды деятельности, связанные с кармой, йогой и топасией. Вы должны быть направлены лишь на Кришну. Что значит быть направлены лишь на Него? Это значит признавать Его своим защитником и покровителем. следует думать, Кришна это тот, кто меня поддерживает. И тут есть два момента. Кришна мой защитник, Кришна мой покровитель. Что вы предпочитаете? Кришна мой защитник, мой покровитель. что лучше? Чего вы хотите попросить у Кришны, чтобы Он был вашим защитником или чтобы Он поддерживал вас? Какой вариант предпочтительнее? Что вы выбираете? Защитник кто-то говорит. А кто-то говорит тот, кто поддерживает. Подумайте и дайте ответ. Что лучше? Тот, кто поддерживает это лучше. Потому что когда Он поддерживает значит Он и защищает тоже. А если защищает значит не поддерживает. Например вы в опасности. Ваша опасность закончилась и Кришна ушел. А что означает тот кто поддерживает? Вы понимаете здесь психологический момент есть? Вы же умные понимаете? Сколько есть качеств у Шаранагати? Шесть каковы они? Шаранагати есть шесть анг Шаранагати. Вам нужно принимать то, что благоприятно для бхакти. всегда будьте с энтузиазмом. Нишчат означает будьте твердыми целенаправленными дурджат дурьяд это значит с терпением. Таттат карма правартанат нужно принимать ту деятельность которая поддерживает жизнь. сангат оставить все виды плохих общений. Асад сангат тега сатт вритте означает принимать деятельность саду саду врити таких как группа санатана и так в шаранагате есть шесть составляющих. Также следует отбросить все что неблагоприятно для бхакти. Что это? А что должно быть вначале? Бачо вега сангат и так следует отбросить все что неблагоприятно для бхакти. надо считать Кришну своим покровителем тем кто поддерживает то есть это включает себя и защиту также понимаете Кришна мой защитник то есть когда говорим Кришна это тот кто поддерживает меня это уже включает в себя то что он защищает не только в минуту опасности но и всегда что означает предложите себя лотосным стопам Кришны предложите свою душу Кришна Карпани что означает ответь Карпани ты не учишь эти слоки почему все ожидают от тебя что ты будешь учить потому что у тебя большое тело всем нравятся люди с крупным телом что означает Карпани ты забыл это значит смирение ты можешь как бима всех убивать но должен быть смиренным понимаешь если не будешь смиренным все тебя будут бояться потому что ты очень крупный а ты должен складывать ладони и говорить нет я никого из вас не убью да надо проявлять сострадание но среди этих шести составляющих шаранагати сварупа лакшан татаста лакшан что это означает основные есть признаки и второстепенные признаки какие основные признаки шаранагати он один помните записывали это или нет ох нонсенс записывайте а то забудете сварупа лакша это основные признаки шаранагати кришна тот кто меня поддерживает это основной признак в каждой слойке есть два момента основной какой-то признак главный и второстепенный каков основной признак шаранагати кришна это тот кто меня поддерживает он поддерживает мою жизнь это второстепенный признак однажды один очень умный профессор гордый своими знаниями то есть он преподаватель профессор он сказал я не верю в бога что он поддерживает защищает я верю в себя я сам со всем справляюсь лучше всего осознать самого себя мирские люди думают так они говорят надо стоять твердо на земле что это означает не зависит ни от кого это правда или нет вы не должны зависеть от других это так вы не должны просить у других дай мне дай мне дай мне лучше всего твердо стоять на земле это что означает не надо ни у кого выпрашивать денег или еще чего-то поэтому этот профессор сказал что есть только один бог и это карма то есть все должны совершать хорошую карму потому что бог вам не дает денег так утверждал надо совершать хорошую карму хорошую работу найти и тогда деньги придут надо идти на рынок труда искать себе работу так ведь это называется поддержание самого себя что это значит это значит вы не зависите от других ну это хорошо хорошая идея поддерживать самого себя если жена зависит от мужа или муж зависит от жены тогда они будут ссориться так ведь сколько вы даете денег своей жене а сколько жена дает вам деньги это не вода в океане однажды они закончатся но у вас есть неограниченное желание как возможно совладать с этим лучше лучше работать самому тогда поймешь ценность денег только так вы поймете ценность денег а если вы завести от мужа или жены вы не поймете ценности денег как они приходят никто не даст вам даже копеечку бесплатно надо тяжело трудиться с утра до вечера вы тяжело трудитесь ты тяжело трудишься да сколько ты получаешь каждый день ты не знаешь а кто знает сколько ты получаешь каждый месяц 3000 4000 работаешь не весь день и получаешь 120 150 150 ну ладно 150 в день допустим а сколько часов ты работаешь чтобы получить 153 риасов 8 часов нет не каждый день на город эвгет он же полицейский ему нужно каждый день на службу ходить важно сколько всего часов вы работаете может в день там быть ноль часов или там еще сколько то в общем считается есть бывает такая работа или по вызову работы вызвали срочно и бежишь ну как бы то ни было если вы будете вкалывать то поймете ценность денег а если нет если будете зависеть от мамы будете говорить мама дай денег то не будете ценить нет вы должны работать сами и не зависеть от других зависти от кришны как зависти от него совершая харинаму итак этот человек сказал я не верю в кришну я верю в карму карма это мой богаван есть два вида кармы плохая и хорошая все совершают два вида кармы плохую и хорошую так ведь например вы учитель ходите в школу обучаете учеников возвращаетесь домой затем на следующий день то же самое вы поддерживаете свою семью свою собственную жизнь многие люди так считают что они ни от кого не зависят что они просто творят свою карму и так живут они не хотят зависеть от других и вообще знать что с ними творится таким образом если в вашем доме мыши мышь может воровать рис из мешка и потом держит свои норки что делает мышь или крыса мышь забирает рис у вашего из вашего мешка она тоже тяжело трудится она ведь рискует если вы увидите ее вы ее сделайте что нибудь ей потому что вы считаете что это ваш рис она ворует ваш рис а крыса думает я же тружусь потому что у меня нет никакой работы у меня нет поля которое я бы могла возделывать я не крестьянка в чем заключается моя обязанность моя работа в том чтобы красть у других а кто не крадет у других вы крадете у других что вы крадете вы крадете воздух воздух не ваш вы за него ни копеечки не платите это ведь так кислород откуда он исходит из природы его дает господь растения как даются господом он дает нам растения все это принадлежит ему и мышь думает этот рис принадлежит богу а не тебе ты вор и я вор а кто не ворует поэтому все воруют и я ворую это называется греховная деятельность поэтому Шамад Багават Китик Кришна говорит если вы не будете предлагать мне тогда каждую секунду вы будете вкушать грех что надо делать все предлагать Кришне Кришна это наш защитник и покровитель он тот кто нас поддерживает основные симптомы Шаранагати заключается в том что Кришна это наш покровитель тот кто нас поддерживает Кришна поддерживает нашу жизнь и тогда вы станете Атма Самарпан вы предадитесь Кришне жестоко изобьет вас однажды один садху шел по дороге стиральщик он он сушил мокрое белье на поле вы когда-нибудь видели такое в Индии можете увидеть стиральщик кишу джига 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 их кастовая работа затем они сушат белье на поле раскладывают и сушат под солнцем в течение двух-трех часов белье становится сухим и они его обратно возвращают и однажды один садху шел по дороге и думал о господи и он пошел по сухому белью и стиральщик подумал что это такое он испортил мое белье он взял палку и начал бить садху садху тоже стал отбиваться и тело садху было все в ссадинах его отправили в больницу он плакал и молился кришне о господь ты сказал что ты защитник но этот стиральщик избил меня почему ты не защитил меня кришне сказал господь сказал это не моя вина когда ты позвал меня я пришел но я видел но я видел что ты но я видел что ты сам дерешься с этим стиральщиком поэтому я подумал что мне то делать если бы ты предался мне полностью тогда бы я пришел драупади драупади пыталась защитить сама себя когда душа сана срывала с нее сари что она думала она думала может быть мои супруги меня защитят затем она подумала о старших что они помогут дритараштра дроначарья и прочее но никто не помог ей тогда что она начала делать она схватила сари зубами но все равно не могла ничего сделать и тогда она подняла руки и воззвала к Кришне полностью предалась ему и тогда проявился Кришна и спас целомудрый драупади однажды драупади спросил а почему ты был так поздно Кришна сказал это не моя вина ты подумал что ты сама справишься когда вы полностью и когда ты полностью предалась мне тогда я появился понимаете когда Кришна будет защитником и покровителем когда вы будете думать когда вы полностью предадитесь ему когда вы полностью предадитесь ему понимаете понимаете а кроме врача везде все полагают что Кришна их защитник а выража васи думает как же Кришна может нас защитить мы не должны беспокоить лучше мы сами сделаем но когда возникают большие проблемы они зовут Кришну в каких случаях что Кришна Это группе Гита. О, Кришна, Ты защищаешь нас от калии. Калия свернил водой Ямоны своим ядом. Тогда Кришна защитил Браджаваси. Он очистил воды Ямоны. Браджаваси. 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 Какой демой? Враджаваси. Индра пытался уничтожить Браджаваси. Но Кришна защищал Браджаваси. Майданов. Это демой. Это демой. Это демой. Браджаваси, который проявился в облике быка. Ариштхасур. Тоже пытался уничтожить врач и убить Браджаваси. Но Кришна убил его. Браджаваси, они никогда не думают, что Кришна их защищает. Они знают, что Кришна обладает какой-то мистической силой. А на самом деле, кто их защищает? Нараяна. Потому что во время церемонии именно речения Намсамскары, Гарбачарья сказал Нанде Махараджа. И это отложилось в их сердцах. Нанде Яшода, Кришна, иногда будет совершать нечто великое. Почему? Потому что все качества Нараяны будут в его сердце. Нанде Яшода и Браджаваси подумали, кто же нас защищает? Нараяна. Нараяна. Нараяна входит в тело Кришны. То есть, вот так, противоположным образом. Нараяна или Кришна? Кто в возвышении? Нараяна или Кришна? Нараяна. Кришна. Кришна-сту Бхагавана своем. Кришна-сту? Нараяна. Кришна находится внутри всех инкарнаций. А Нараяна находится внутри Кришны. Но с помощью Йога Майи Браджаваси пребывают в настроении Мадхури и полагают, что Нараяна это их защитник. Поэтому, но когда возникают сильно большие беды или проблемы, тогда они зовут Кришна. ВИСАДЖАЛА ПАЯТ ВЕЛА РАКЦСА ВАРСАМА РУТАТ ВАЙДУТАНАЛА ВИСАДЖАМА РУТАТ ВИСАМА РУТАТ ВИСАМА АТМА यАТ ВИСАБУТУ ВАЯТ ВИСАБУТА ВАЯТ Мой и Данак. Два демона. Кришна наказал их. Это очень красиво, интересно лила. Тринаварта, Шакатасура. Они также пытались побеспокоить Враджаваси, но Кришна убил их. Итак, Враджаваси никогда не думают, что Кришна их защитник. Они считают Нарайана своим защитником. А кто такой Нарайана, который пребывает в сердцах в форме шалаграма шилы? И он до Махарадж поклоняется этой шалаграм-шиле. Но, на самом деле, кто защитник? Кришна. На стадии Садхаки, Садхака думает, Кришна это мой защитник и тот, кто меня поддерживает. И он молится Кришне. Поэтому в стихе говорится «Анна Пхилашита Шуньян». И говорится «Анна Пхилена Кришна нушила нам». Почему там Кришна, но слово использовано, а не Нарайана или еще кто-то? Потому что Кришна это своям Бхагаван. Молитесь Кришне. Когда ваш отец болен, что вы делаете? Молитесь Кришне, и Он защитит. Как молиться? Не беспокойте Кришну. Сами сделайте все и просто помолитесь Кришне. Что надо сделать? Завершите один Ниржала Икадаши и его плоды отдайте своему отцу. И тогда ваш отец исцелится. Можете сделать такое? Если вы дадите плоды одного Икадаши, тогда ваш отец освободится от плодов всей своей деятельности, от результатов. Икадаши – упавас. Икадаши – упавас. Упавас – что значит? Каждый Икадаш я об этом говорю. Вы слушаете или нет? Не слушаете, потому что не делаете записи. Во времена Гурдега мы всегда делали записи. А вы не записываете. Упавас означает, что вы должны сидеть рядом с Кришной. Тогда он будет рад. А как надо сидеть с ним рядом? Повторяю, его имя – Намуруку. Кришна хочет этого. Он хочет, чтобы его дети сидели перед ним. Если у вас есть дети, вы хотите, чтобы хотя бы один день ваши дети сидели вместе с вами. Хотя бы во время обеда. Но каждый день дети уходят в школу, возвращаются. Вас нет в это время дома. А когда дети возвращаются, вас нет дома. Когда вы возвращаетесь, их нет. Когда вы уже возвращаетесь с работы, ваши дети уже спят. Особенно если у вас ночное дежурство, то вы вообще не видите своих детей. И чего вы ожидаете, что хотя бы один день ваша жена и дети соберутся все вместе. И все вместе вы будете принимать просад. Какой это день будет? Воскресенье, скорее всего. Родители очень хотят, чтобы хотя бы раз в неделю собиралась семья. Таким же образом, Господь настолько милостив. Он думает, давайте хотя бы раз в 15 дней будем собираться вместе, сидеть рядом. Понимаете? Что это? Что я имею ввиду? Экадаши упаваса. Когда вы повторяете святые имена в день и ночь, тогда Господь думает, о, мои дети близко ко мне. Вы это поняли или нет? Хотя бы Экадаши. Совершайте полный пост. Что значит полный пост? Здесь не имеется ввиду только без еды и без питья. Это значит не спать, бодрствовать постоянно и повторять цветы именно. И плоды такого Экадаши.. И плоды такого Экадаши вы можете предложить своему отцу. И он забылится в своей греховной деятельности. Что это называется? Экадаши упавас. Когда вы следуете Экадаши. Упа означает близко. Упа означает пребывать. Как пребывать близко к Кришне? Повторяю день и ночь. Святые имена. Не отвлекаясь на просад. Сривасари, хори, критtana, видана. Нита, арам, билам, прабху, jagате, ракана. Уннаванта, свивасам, ганема, рам. Экадаши криттаны. Сривасари, хори, криттана, видана. Лар Чайтанна, Махапрабху. Распож Чайтанин Махапрабху. Экадаши. Точнее, каждый день, и особенно в Икадаши, собирался с преданными, совершал наму Санкиртану в доме Шриваса Такура. Это значит, всю ночь и весь день Четани Махапрабху не спал и не отвлекался на просад. Это называется совершенной Икадаши. Если плоды такого Икадаши, отдадите своему отцу или еще кому-то. Это тот человек освободится от всей своей греховной деятельности. В Дашами надо принять пищу всего один раз. Вопрос, а в чем смысл отдавать плоды Икадаши? Гурдов говорит, но Ваш родной страдает. Предложите плоды Вашего Икадаши. Господу скажите, что я выдержал полный пост. Я хочу предложить плоды этого Икадаши Ему. Пусть он освободится от всех видов греховной деятельности. Господу приглашается от всех видов. Продолжение следует... Пусть он освободится от всех видов греховной деятельности. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok